Привет, друзья, с вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Bolt Thrower. Рождение Bolt Thrower состоялось в 1986 году на панк-концерте в одном из пабов Ковентри при разговоре двух друзей – гитариста Барри База Томпсона и басиста Гевина Уорда. В то время оба они находились под влиянием Сакрилеч, Дисчардж, Кендалмасс и Свеер. И, наслушавшись этих групп, решили создать свою команду – тяжелую, агрессивную, но, что более важно, оригинальную. Вскоре к дуэту в качестве солиста-текстовика присоединился приятель База Алан Вест, а через общего знакомого был найден разделявший пристрастия основателей барабанщик Энди Вейл. Квартет нарезал пару демок – In Battle of There Is No Law и Concession of Pain – и последнюю из них отправил Джону Пилу. Пока легендарный радиоведущий созрев для приглашения Bolt Thrower на своей сессии, в группе произошли кое-какие перестановки. Уорд решил переключиться на гитару, и временно должность басиста занимал Алекс Твидди, но потом на этом месте обосновалась подружка Гевина Джо Бенч, доказавшая, что экстремальная музыка не является прерогативой мужчин. В начале 1988-го Пил запустил несколько композиций Bolt Thrower в эфир, и вскоре музыкантам поступило предложение от лейбла Vinyl Solution. Увидев, что дело принимает серьезный оборот, Вест, считавший участие в команде простым развлечением, поспешил ретироваться, и его место занял Карл Уиллетс. Несмотря на то, что новый вокалист раньше являлся всего лишь водителем группы, он вполне достойно дебютировал при записи альбома In Battle of There Is No Law. Гораздо хуже проявила себя выпускающая фирма. Микширование она провела без ведома музыкантов, а промоушеном заниматься не стала. Здесь, видимо, сказалась разница вкусов. Лейбл специализировался на хардкоре, а Bolt Thrower смешивали этот стиль с дедметаллом. Наращивая популярность за счет регулярных концертов, коллектив обратил на себя внимание и Rake Records, так что ломать голову над поиском издателя второго альбома не пришлось. Realm of Chaos звучал более уверенно, и его выход вкупе с участием в легендарном туре Grind Crusher укрепил позиции команды. В 1990-м группа выбралась на континентальные площадки, а на следующий год настало время вернуться в студию. На этот раз с музыкантами начал работать продюсер Колин Ричардсон. Он-то и помог обрести Bolt Thrower собственный звук, характеризуемый глубоким гроулом вылиться, рифовой стеной тандема Ward Thompson, двойными бочками Whale и общим относительно размеренным темпом. Раскрутка Warmaster началась в Европе, а в продолжении гастролей Bolt Thrower впервые наведались в Америку. Постепенно наращивая концертную экспансию, команда добралась и до Австралии, но прежде был записан диск The Force Crusade. На этом альбоме коллектив еще больше отдалился от грайн-кора и добавил к своей разновидности дэт-металла думовых влияний Candlemas и Black Sabbath. Параллельно музыканты решили отказаться от фэнтезийных сюжетов в оформлении и разместили на обложке The Force Crusade фрагмент картины Делакруа «Вступление крестоносцев в Константинополь». Релиз снова сопровождался обильными гастролями, в результате чего Энди и Карло потянуло на оседлую жизнь, и после записи продолжавшего стилистику предшественника For Victory, они освободили места для Мартина Кернса и Мартина Ван Друнина. В промо-турне Bolt Soul уехали в обновленном составе, но когда настала пора готовить очередной альбом, Ван Друнин заболел. Тем временем отношения с EA Rake стали разваживаться, и коллективу пришлось искать не только вокалиста, но и другое место прописки. На нескольких концертах группу выручил Дэйв Ингрэм из Бенедикшн, а к началу сессии к микрофону вернулся Уиллетс. Припарковавшись на Metal Blade и попутно заменив ударника на Алекса Томаса, Bolt Soul записали программу Мёсенери, где еще чуточку сбросили темп. На этом Карл счел свою миссию законченной и передал микрофон успевшему уволиться из Бенедикшн Ингрэму. Поддержка нового лейбла оказалась более существенной, чем у EA Rake, и альбом не только получил хвалебные рецензии в солидных метал-изданиях, но и отметился в чартерах. А внутренние флуктуации все еще продолжались, и после первого же тура запросился на волю Томас. Свернувшимся Кернсом, Bolt Soul почти год потратили на заготовку свежего материала, и лишь после того, как проверили его на публике, а публика приняла все с восторгом, отправились в студию. Продолжая гнуть линию, начатую на предыдущих работах, с фоновала Прайд команда вновь нарвалась на комплименты критиков и получила от журнала Rock Hard высшую оценку – 10 баллов из 10. В 2003 году начались проблемы у Дэйва. Сперва у него родился сын, потом стало пошаливать здоровье, и в конце концов ему пришлось уйти. Поиски вокалиста вновь привели к Карлу, и в 2005-м при его участии был записан диск «Zoals Once Loyal». Альбом, посвященный Первой мировой войне, оказался настолько хорош, что последующие посиделки в студии музыканты сочли неудовлетворительными. Осознав, что они достигли вершины в своем творчестве, Bolt Soul бросили попытки звукозаписи, однако уходить со сцены не стали и продолжили существование в концертном режиме. Окончательно же вывела группу из строя неожиданная смерть Кернса, у которого в сентябре 2015-го случился сердечный приступ. Долгое время его партнеры просто пребывали в шоке, а спустя год объявили об официальном закрытии проекта. Бонус Роу позаимствовали свое название из стратегии Warhammer Fantasy Battle. И этой же игрой были инспирированы тексты и обложки их ранних альбомов.